Привет! Меня зовут Полина, я гид в Стокгольме, автор курса по произношению и разговорных курсов по шведскому. И сегодня мы с вами будем читать по-шведски. Я приготовила вам отрывок из одного из самых главных романов шведской литературы, стокгольмской литературы, и это книга «Мина драмашстод», то есть «Город моих мечт», «Город моей мечты». Для затравки. Что, о чем это вообще? Это целый ряд томов, которые описывают жизнь семьи поколение за поколением, начиная с того момента, как молодой парень, 15-летний Хэннинг, о котором мы сегодня будем читать, вот этот Хэннинг, он приходит в Стокгольм пешком из своей фермы, фермы от своего хутора, которого больше и нет, про который уже можно забыть, искать счастье в Стокгольм. Назад ему идти незачем. Единственное, что у него осталось, это он сам, семьи у него нет, и он приходит в огромный индустриальный город середины 19 века, чтобы что-то у него получилось. Получится или нет, это вот мы должны узнать, прочитав книгу. И потом его дети, внуки продолжают свою жизнь в Стокгольме, и мы видим, что там с ними происходит. Это до середины 20 века действие продолжается. То есть это, конечно, не за один том, а за несколько томов. И меня прямо за душу берет, это очень интересно. Еще это интересно потому, что книги этой серии автора Перра Андерса Фогельстрёма, они описывают, как Стокгольм развивался, как Стокгольм эволюционировал, потому что тот Стокгольм, который вы увидите сейчас, приехав сейчас к нам, он отличается от того, что увидел этот мальчик, когда приехал туда, эти 150, даже больше, 170 лет назад. И это интересно для тех, кто живет в Стокгольме, для тех, кто просто любит хорошую, классную литературу. Это туда. Тот отрывок, который мы сейчас будем читать, он описывает то, что чувствовал и что видел этот парень, который первый раз увидел, раскинувшись перед ним, Стокгольм. Ну что, поехали. Мина дрöмарс стад. Стад, serverат по silverбрика, framстрэкт som guава, som om палатсан med gröна коппатаг, киркорна med сварта спирор, hamнанас фартег, а берганс трэкокар, som om allt var leksaker, redo att gripas av ivriga händer, lockande nära, лättillgängligt. Грорök пеларес тег från mellanстрändernas industrier, витнande om möjligheterna. Стаден väntade. По den 15-årige поэкен, som ännu inte sett något av dess härlighet, och по alla andra som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar väntade. I staren fanns ingen som han kände. Ingen han kunde be om hjälp. Bakom sig hade han skurit avbanden. Ingen väg ledde tillbaka. Kvällssolen stack honom i ansiktet, och han knep ihop ögonen. Strök svettan ur pannan. Såg oroligt på skjorten. Den enda han hade. Den måste hållas ren så länge som möjligt. Bottom gården kunde han se tullen. Där skulle drömmen vara slut, och överbron skulle han vandra in i verkligheten. Till framtiden som väntade på att bli erövrat. No что, молодцы что послушали. А теперь давайте почитаем, посмотрим по-русски. Что же я такого вам рассказала? Я начинаю переводить и переводить иногда буду несколько более топорно, чтобы это как-то совпадало с тем, что написано. Город поданный на серебряном блюдце, протянутый как подарок. Как будто бы дворцы с зелеными медными крышами, церкви с черными шпилями, корабли портов и деревянные хижины на скалах. Как будто бы все это были игрушки, готовые к тому, чтобы их схватили нетерпеливые руки. Они манили так близко, такие доступные. Серые столпы или столбы дыма поднимались от производств вокруг озера Мелорен. Мелор Штрэн Дэнас значит пляжей озера Мелорен. Мелорен это озеро на котором стоит город Стокгольм. Свидетельствуя о возможностях город ждал. Самая главная фраза шведской стокгольмской литературы город ждал. Вас должно пробрать как пробрало сейчас меня. Прям мурашки. ждал ждал пятнадцатилетнего мальчика который еще не видел ничего хорошего от него и всех других тех кто стремился к нему городу в смысле. Он был в их мечтах и предлагал все возможности но молодой мальчик и не хотел точнее так и не мог и не хотел видеть что большинство из этих возможностей были мрачными что возможности радости и жизни были намного более редкими чем грусти и смерти мальчик мечтал город ждал и следующий отрывок который я взяла на самом деле из главы чуть-чуть попозже все ожидала и никто не ждал в городе не было никого кого бы он знал вот этот мальчик который идет в город никого кого бы он мог попросить о помощи за собой он сжег все мосты дословно он обрезал все связи никакая дорога назад не вела не вела назад вечернее солнце колола его лицо и он закрыл и сжал глаза закрыл крепко глаза стер пот со лба с тревогой посмотрел на рубашку единственную которая у него была она должна была оставаться чистой насколько возможно долго за огородом он мог видеть таможню то есть все он уже у границы города скоро он войдет в стокгольм он видел таможню вот там мечта должна закончиться и по мосту он должен был войти в реальность пойти к будущему там без пойти там просто к будущему которое ждало чтобы его завоевали спасибо вам большое что послушали и посмотрели наше видео я надеюсь вам было полезно пожалуйста подписывайтесь на этот канал на мой канал ссылку на который вы можете увидеть внизу также приходите ко мне на инстаграм полина он называется и тоже ссылка есть внизу как и ссылки на наши курсы спасибо большое всего хорошего берегите себя хейдо